Здравствуйте, в эфире рубрика «Оперативная сводка», в ходе которой я познакомлю вас с итогами работы полиции за минувшую неделю. Всего в дежурную часть поступило порядка 400 сообщений и заявлений от граждан. Из общего числа поступивших сообщений зарегистрировано 16 преступлений, 15 из которых раскрыто по горячим следам. Оперативная обстановка на территории обслуживания остается стабильной, преобладает преступления имущественного характера. Так, за минувшую неделю полицейскими зарегистрировано 7 фактов краж чужого имущества. Одна из них была совершена 19-летним нефтьюганцем, который, находясь в помещении одного из салонов красоты города, совершил хищение денежных средств. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек подходит к стойке администратора, который на момент совершения преступления отлучился с рабочего места, откуда и похищает деньги в сумме 10 тысяч рублей, после чего покидает салон. Задержанный признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса кража. Кроме того, доверчивые граждане продолжают поддаваться на удочку мошенников. Подобных фактов на территориевое обслуживание зарегистрировано 3. Так, один из них зафиксирован полицейскими накануне. Я в марте месяце отправила, там были указаны контактные данные, отправила заявочку, чтобы забронировали на двоих путевку. Мне сразу же пришел ответ, что для того, чтобы забронировать, вам необходимо оплатить 50% стоимости путевки. Предоставили мне, представили мне договор, счет на оплату. Я, в принципе, как бы не подозревая ничего, оплатила в течение трех банковских дней. Потом мы в мае решили с мужем поменять машину, взять уже новую, нашу старенькую. И мы решили отказаться от отдыха, ну, чтобы были машину брать впереди. Пришел ответ, что да, будет, значит, вам возвращена сумма в течение 14 дней и поглубленно отменена. Ну, все. И я с того момента, с мая месяца все ждала, когда же мне придут реквизиты, деньги вернутся. С того момента никаких ответов не последовало. Также правоохранители продолжают работу в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. В минувшую неделю зафиксирован один факт незаконного хранения наркотиков и один факт покушения на сбыт наркотических средств. Давно осуществляете закладки на территории города Нефтьюганск? Одну неделю. Одну неделю? Вторую неделю. Вторую? Да. Скажите, пожалуйста, а приблизительно сколько вы уже сделали таких закладок по городу? Ну, около 60 где-то. В ходе оперативных мероприятий сотрудника М-полиции был задержан 24-летний уроженец Республики Беларусь, который на момент задержания в одном из подъездов 15 микрорайона пытался осуществить так называемые закладки синтетических наркотиков. В ходе личного досмотра у закладчика при себе было обнаружено изъято порядка одного килограмма запрещенных веществ. Кроме того, в ходе проведенного обыска по месту жительства подозреваемого стражами порядка было обнаружено еще около двух килограмм наркотиков, который задержанный планировал сбыть на территории города. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30, части 5 ст. 228 прим. 1 Уголовного кодекса, санкции которой предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Говоря о борьбе с наркотическими веществами, также информируем, что в период с 13 ноября на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры проводится второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Каждый желающий может по телефону доверия анонимно сообщить информацию о нарушениях законодательства в сфере оборота наркотических и психотропных веществ, а также обратиться с интересующим его вопросом к руководству отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Нефтьюганску. Более подробная и контактная информация о проводимом мероприятии находится в официальных группах полиции Нефтьюганска в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. По подозрению в совершении преступления полицейские устанавливают местонахождение гражданина Васильева Николая Александровича, 1961 года рождения. Если вы обладаете какой-либо информацией о разыскиваемом, убедительная просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть полиции по телефону 29 56 10 либо 02. Отдел МВД России по городу Нефтьюганску напоминает гражданам о необходимости своевременной оплаты административных штрафов, установленный законом срок, который составляет 60 суток. За отчетный период на улично-дорожной сети города зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие. В связи с ухудшением погодных условий настоятельно рекомендуем всем водителям соблюдать скоростной режим, а также не забываем о безопасности перевозимых пассажиров, в особенности при перевозке малолетних детей, которые должны находиться в автотранспорте только при наличии удерживающих устройств. За неделю полицейскими выявлено и задокументировано свыше тысячи правонарушений, в том числе по линии ГИБДД, а также проведено 5 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение при сечении преступления, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. А у меня на этом все. Не забывайте о своей безопасности и сохранности личного имущества. Будьте бдительны и всего вам доброго.